С электронных табло аэропортов исчезла информация о рейсах из России на Украину и обратно. Этой ночью вступил в силу взаимный запрет на воздушное сообщение между двумя странами. Инициатива исходила от Киева, который внес в свой санкционный список российских авиаперевозчиков. Москва вынуждена была принять ответные меры. Между тем, решение Украины больнее всего ударит по ее же гражданам. Известно, что 75% всего пассажиропотока в обоих направлениях составляют именно украинцы. Теперь людям придется искать другие варианты. Лететь с пересадками, что дороже, либо добираться по железной дороге, что дольше. Очень плохо, потому что неудобно, потому что у нас маленький ребенок. Поездом ехать нам трое суток. Но это печаль, потому что альтернатив никаких нет абсолютно. Правительство во главе с Синяком неправильно ставило вопрос. Тем более, что летает 80% украинцев на работу и 20% летает тех, кто родился здесь и живет сейчас в России. Российские авиационные власти пытались обсудить проблему с украинскими коллегами. Консультации прошли в эту пятницу в Брюсселе. Однако предложение нашей делегации снять все ограничения на прямое воздушное сообщение так и осталось без ответа. Расположение.